Кошмар Корона Коронавирус Пожирешь и уйдешь Ходит постоянно без маска солмаз А мы говорим, ай, Гизбеля, Олмаз Вирус, бахмар, ты богатый или нет? Я сам алтарговый, людей больше нет Давайте же протянем руки Продезинфицируем от скуки Сами тебя, эх, только мы, эля, спасем Мы об этом вам еще на днях споем Кто это? Здравствуйте, мальчики Как красиво вы поете В каком ресторане я могу вас послушать Эпси! В караоке! Коронавирус, уходи Корона, к нам не подходи Если ко мне подойдешь Пожалеешь, не уйдешь Коронавирус, уходи Корона, к нам не подходи Если ко мне подойдешь Пожалеешь и уйдешь Нету свадьев, день рождения, банкет Счастья праздника у людей больше нет Это ненадолго, Санагурбан Позитивом наполни, вот Костякян Сиди дома, на улице, не гуляй Наши маска, не целуй, не обнимай Ай, брат, я лавер, этот вирус, корон Кто его придумал, юс поэзгал? Коронавирус, уходи Корона, к нам не подходи Если ко мне подойдешь Пожеребеешь и уйдешь Привет, родной мой, дорогой мой, любимый человек Привет Здравствуй, дорогой подписчик Здравствуйте, ребята Те, товарищи, друзья, которые меня смотрят Перчатки, елка-палка Усиление режима конкретно Нельзя выходить без шага сета То есть без удостоверения личности Я вышел, я дома сидеть не могу Я должен снимать, приносить вам позитив И не останавливаться, что ли, на одном месте Поход на озеро Бельбеля Здесь внизу под видео будет ссылка На те два видео, которые я когда-то снимал Сейчас я иду по третьей дороге Она мне очень интересна 57-й, Разина Местность под названием 57-й магазин Разинским очень будет знакома Здесь тихо, спокойно Идти я буду через улицу Как она называется? Садово, по-моему Через улицу Которая тоже когда-то, когда-то давно Мельком снимал Вот, меня Юрчик просил Юра Составу подокровцов, да? Фамилия, да Кстати, как вам понравился вот этот Ну, про вирус, да, песня? Они, блин, меня его заблокируют сто процентов Но прикольно все-таки В любом варианте, как бы не было бы Прикольно было бы Это Киамран Размавар С 27-й школы Вот, товарищ наш Это он поет Вот, так, да? Прикольно очень получится Мне, например, понравился Так, Разинская Вот, по-моему, там Разинский базар находился 57-й, вот эта часть Так, это садик Садик Многие здесь помнят Детсад, видите? Детсад 98 Вот, в общем, вот так Пару песен, значит, подготовил Пару песен, всего две штуки А там у моря одна называется песня А вторая песня Игоря Александровича Тимакова Вот Песня про город Ну, я чуть позже поставлю Ну-па, здесь тоже новостройку, да, построили Так, ладно Ну, это пятиэтажка многим знакома Это пятиэтажка многим знакома И улица Улица, это та, которая идет На Араблинку Газовой конторы Вот, нам впереди, не доходя до мусора Нужно налево повернуть Там есть дорога, которая выходит к озеру Бельбеля Раньше здесь стояли одноэтажные дома И, вернее, двухэтажные дома, если я не ошибаюсь Супермаркет работает, все в порядке Так, а улица Садова, она находится слева Вот оттуда Я, в смысле, там блуждал Ходил туда-сюда Вообще-то, так, по идее, у меня есть два видео Как я сказал, да, насчет Озер Бельбеля Ну, вот эту дорогу Эту дорогу Я по ней никогда не проходил Ну, и, как я говорю, да Плюс к этому хотелось Вам Ну, какой-нибудь материал, что ли, подготовить А вот, чтобы Вам скучно не было Так, я смотрю, хорошо набрал Вот последние ролики Где-то приблизительно Разина набрал Под две тысячи Восьмой километр Под две тысячи набрал Вот эта дорога Она идет к озеру Будем идти тихо-тихо Смотри, что там можно Как там можно Заснять Ну, сейчас нам тоже впервые Я, знаете, как я стараюсь С Разина не выходить В принципе, почему Потому что Метро, например, в этом Сегодня закрыли Закрыли метро То есть ехать куда-то Как-то Ну, не знаю Ну, нерезонно Так скажу Большой-большой плюс Сейчас В этих одноэтажных домах Например, если возьму меня, да Я сижу, грубо говоря В коробке, верно, да? Ну, хрущевку туда-сюда, да? А, например, я вчера с Владом общался Он в этом Ну, в стороне в Начку живет Привет тебе, Влад И твоя семья тоже, брат Кебаб Блин, раздракован Там я вчера Да В этой, по-моему, этой улице есть Который Юрочка В улице Не, или наверху Да, в общем, короче И он, короче говоря Находится у себя дома В Влад Кебаб делаю туда-сюда В смысле Плюс того, что у него Этого То есть дворовая система А мне как-то в этом плане Не повезло У меня Этот Крущевка В другом Так, ладно В общем, мы Определились С дворовой системой Большой плюс Идем прямо Надо будет мне включить свой Навигатор Вот и посмотреть дорогу Которая ведет на озеро Да, вот Юрчика Вот там дом построили Трехэтажный Улица Дуа Так, смотрите Вот что мне показывает Мне показывает Так я пришел вот оттуда Правильно? Снизу, да? Мне показывает Что вот здесь Видите, вот Я этим, да? Сейчас В Тенюк отойду Вот мне пока что Вот по этой дороге Я иду Потом поворачиваю Налево Потом еще раз налево И там будет дорога К озеру Блин, хорошо, ребят Никого нету, да? Никто мозги не делает Зачем Симаш Как снимаешь? Что, музыку послушаем, что ли? Песня называется А там у моря Поехали КОНЕЦ Опять проспекты пробки Суета Холодный дождь По каплям стелет лужи Как карусель Кружится жизнь моя Вот день прошел И никому не нужен Лишь память мне напомнит Когда у Каспия Мы босыми ногами По берегу гоняли Кто куда С друзьями верными С родными пацанами А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю Уехать бы на час Хоть на минуту Забыть про небоскребы Серых будних дней И уронить слазы Гроздь винограда в руку Собраться в стареньком дворе В кругу друзей Как хочется вернуться В тот же город Где старших чтут Где столь всегда накрыт Где стены древние Всегда отревожат душу И доброта Соседей всех роднит А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю А там у моря Тепло, как прежде И волны Каспия Там берега ласкают И все родное Что было в детстве Там, как родных Гостей всегда встречаю Там, как родных Гостей всегда встречаю Там, как родных Гостей Всегда встречаю Короче говоря Получилось А там у моря А здесь у озера Да? Озеро Бельбеля Со стороны Разина Поселок Бельбеля Там я так помню Что Амираджан находится Возможно ошибаюсь Возможно ошибаюсь Панорама бомбовая Бомбовая панорама Смотрите, природа восстанавливается Огромный плюс того Что, смотрите Видите, вот уточки Очень много уточек То есть, например, раньше Когда я приходил сюда Ну, я приходил с той стороны Вот со стороны кладбища Да? Потом чуть-чуть вот отсюда Тоже я проходил Через Капиталбанк В то время, я помню Здесь не было А сейчас уточки Видите, я не знаю Все, в общем, короче говоря Как это вот называется? Реанимируется Скажем так Да, природа реанимируется Недавно поставил Иди сюда. Это вообще маленький мой малыш. Ну, там тоже с обрезанными ушами стоит. О, вдалеке. Это крышу делают. Строительство, да? Строят крышу. Интересно, вот через эти, да, вот... Интересно, там дорога есть, наверное, наверно? Типа по лесенкам там куда-нибудь на разину выйти, да? Хороший, да, обзор, да? Бомбовой, да, обзор? Угу. Ну, так я, в принципе, и помню по этим, по вашим комментам. Многие здесь именно на этом берегу были в свое время. Вот, в детстве здесь рыбу ловили. Вот, там плюс к этому... Одна красивая девушка, она сейчас смотрит и улыбается. Вот тут я твою улыбку пойму, а? Вот, вот, вот так и улыбайся. Вот, она здесь в детстве ловила этих, как вот, уже видно. Вчера она мне про это написала. Уже ловила, не знаю, это коньки какие-то, я не знаю, морские какие. Я не знаю, морские какие в этом... Вот, упомянул про имя, вернее, имя не упомянул, вспомнил про него, сразу улыбка автоматом пошла. Ну вот. Ну чё? Опасается, чуть опасается. Погода бомбовая, погода супер просто. Погода, я не знаю, она меня очень радует. А когда проходишь мимо домов, вот этот запах, хорей, хорей, да, этот идет, да? И яли. Запах обеда. Мы, к сожалению, в этом году попали не очень удобные, непреудобных обстоятельств, что ли, проходит наша весна. Вообще, у меня по весне, это мое любимое, мое любимое время года, я обожаю весну. Вот. А в этом году чуть не поздно. Ну и чё, зато лето будет бомбовым, подрастным. Да, вот такое вот у нас озеро. Хорошо я выбрался. Отлично, что я выбрался. Вот, чуть-чуть постоял, ну, свежим воздухом, да, подышал. Опа, желтый. Интересно, да, сколько здесь этих елки палки, сколько этих самых здесь полезных, да, вот этих трав, да, о которых просто проходим, в общем, даже не зная. Приятно, хорошо выбрался, не, серьезно, хорошо выбрался. Ну, кто-то его обидел, видно, кто-то его обидел, поэтому он остерегается меня. Мошки летают. Приятно, приятно. Очень-очень приятно. У меня еще, кстати, одна песня есть. Игорь Симаков Игорь Александрович, моего товарища. Мы с ним часто общаемся. Называется «Песня про родной город». Эй, Мартов, что Пиралиев сообщение написал, ну, про тот ролик, да, который я сейчас вначале поставил, там, где Камран Размавар, да, вот это про коронавирус, да. Вот, спросил, год 78, год 79, год он говорит, Камран в этом, как его в русской драме работал. Вот, кстати, я, по-моему, здесь, я здесь все не снимал, видите, да, дом строится, ну, в принципе, неплохо. В тот раз, когда я заходил сюда, еще раз повторю ссылку, вернее, две ссылки на мои прошлые визиты этого озера, я здесь внизу под видео скинул, вот. Я когда сюда приходил, здесь очень такой противный тухлый запах шел. Может быть, из-за того, что сейчас ветер мне в спину дует, этот запах как-то не чувствуется. Вот. Ну, сейчас я намного, я больше удовольствия получаю от этой прогулки вместе с моим добрым, любимым подписчиком. Вот, а подписчик у меня на самом деле очень-очень хороший, я серьезно говорю. Знаете, в чем дело? У меня не количество, у меня качественный подписчик, у меня разговоров, у меня базаров нету, у меня все-все-все-все на уровне, взаимоуважение. То есть, независимо от нас, независимо от веры, исков и дали, конечно, всегда. Я очень доволен своим подписчиком, и он меня тоже очень любит и очень уважает. Вот. И сейчас есть определенный подписчик, с которым я постоянно связь держу. Вот. Вот. Кравцов, значит, Юра, он состав. Ну, естественно, Игорь Асидковский, Валеньку, Овдину, все знают. Эвилинс, Прибалтики тоже все знают, многие знают, хоть в лицо не видели. Яхты, я-то их видел в лицо. Вот. Дядь Миша Гагаринский, Варшамов. Ну, вот я вам что хочу сказать. Один момент, да, подчеркнуть. Из всех городов, да, вот России, меня 70% России смотрят, больше всего моих подписчиков в Питере. Все зовут, зовут, зовут. Меня мама говорит, приезжай в Питер, туда-сюда. Но, к сожалению, сейчас не получится, да, и у меня были, как я говорил пару раз, у меня были планы на Азию, посещение двух стран, да. Да, даже если так взять с трех стран. Ну, ничего, дай бог, живы будем, не помрем, да, так говорят, да. Главное, здоровье, а остальное, как я говорю, покупается, да. Видите, не задыхаюсь. Наверное, сигарет, молокурил за это. Может, стримы замутим в этот, как его буду. Может быть, стрим сделаем в воскресенье. Часа на три. Нет, или в субботу. Давайте на субботу встретимся. Где-то в три часа. Почему? Потому что я чуть посажу, у меня с восьми часов до десяти вечера срочно конференция, как говорится. Виапи-конференция. Я постоянно занят. Бываю с восьми до десяти вечера. Каждый день. Давайте, давайте, давайте сделаем так, да. В субботу, о, вот в эту субботу, да. Сколько там? Пару дней, да, по-моему, осталось. В три часа дня посидим, поболтаем, туда-сюда. Как думаете? Проблем нету? Отпишитесь здесь, что думаете по этому поводу. Я бы с удовольствием с вами пообщался бы. Договорились? Ну, все, тогда в субботу, в субботу, все. Конечное слово. В субботу, в три часа дня, начинаем с вами стрим. По бакинскому времени. Вот такая вот тема. Теперь, что у меня? Так, по списку, как я говорю, что у нас по списку. Чуть-чуть погуляли, чуть-чуть прошлись. Хотя бы какой-то контент, чтобы вы не оставались, да, как-то без материала. В какой кадр попался, а? Барашки. Хороший, хороший кадр попался. Проходил по этой улице. И вспомнил то место, где во второй раз снимал. Ну, здесь кое-какие изменения. Ну, поближе, да, к воде, да. Да, естественно, сейчас вы будете говорить, что туда грязно, туда-сюда. Да, есть такое, разговора нету. Но зато близко, да. Там, где я давеча снимал, там чуть-чуть это было. Ну, далеко от озера. Вот оно. Бель-Беля. Озеро Бель-Беля. Надо сюда картинку поставить, показать, где она находится. Вот картинка. Во, второе место съемки нашли. А первый раз я вот оттуда шел. Это сто процентов. Интересно, вот это те самые барашки, которые вот до этого мимо меня прошли. Те самые льня. Травка, видите, какая зеленая. Поговорю, да. Не во времена попал этот вирус. Барашки, барашки. Ой, даже не хочется отсюда уходить. Тихо здесь, спокойно. От суеты подошел. Я вообще такие места очень люблю. Кто-то из подписчиков, по-моему, здесь живет из моих. Я в тот раз здесь снимал. Даже оставили комментарий. Бакинец, регион Разин. Регион Разин. Ровно год тому назад, 31 марта, я организовал встречу бакинских блогеров. Марии Горшкова, Файка Смайл, Михаила Алискеров. Про них говорить я не буду. Но я буду говорить о том, что я добился за это время. 1600 подписчиков. Раз. Невероятно теплые отзывы от подписчиков. Наидобрейшие. Два. Это было всего год тому назад. Год прошел незаметно. Я работал. Я выходил из жару. Я выходил и в дождь. Разные условия были. Я работал. Реально работал для вас. Это было 31 марта прошлого года. Сегодня 1 апреля. День смеха. Давайте будем улыбаться и смеяться над этим вирусом. И чтобы он побыстрее, что ушел бы от нас. Всего доброго, дорогие мои друзья. Всего доброго, дорогие мои подписчики. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»